С самого открытия сегодняшних торгов валютный рынок буквально замер на месте. Даже фунт не проявляет какой-либо активности, а он вчера изрядно покидал из стороны сторону из-за нарастающего скандала вокруг вакцины от Астрозенека. Не оправдались надежды и на то, что итоговые данные по инфляции в Европе смогут хоть как-то оживить рынок. Правда, все эти надежды изначально были крайне завышенными, так как данные лишь подтвердили предварительную оценку. Так что инфляция в Европе осталась неизменной на уровне 0,9%. Рынок заложил этот факт в котировки еще чуть более недели назад, а именно в момент публикации первичных данных. Так что теперь остается надеяться только лишь на итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Однако, судя по всему, даже столь знаковые события вряд ли как-то изменят существующую картину. Дело в том, что вчерашние данные по розничным продажам, хоть и показали замедление темпов их роста, они все же оказались заметно лучше прогнозов. А это значит, что ФРС пока не о чем беспокоиться. Более того, даже Европейский центральный банк, который столкнулся просто с катастрофическим обвалом потребительской активности, сделал вид, что ничего страшного не происходит, и пока рано предпринимать какие-либо экстренные меры. Скорее всего, ровно то же самое сделает и ФРС сегодня. И по всей видимости, какой-то активности на рынке придется ждать лишь до завтрашнего дня, когда будет опубликован доклад Европейского медицинского агентства по вакцине от Астразенека. Вот это событие действительно может взбаламутить финансовые рынки. Что мы сейчас видим на графиках? Валютная пара евро-доллар после стремительного нисходящего хода перешла в стадию застоя, в этот раз концентрируясь в границах между отметками 1,1882 и 1,1915. Вероятно, мы имеем дела с временной платформой, которая сосредоточит на себе торговые силы и придаст ускорение на рынке. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка продолжает следовать в границах 1,1882 и 1,1915. В данной ситуации стоит применить торговый метод пробоя той или иной границы, работая на исходящий импульс. А именно, позиции на покупку по валютной паре рассматриваем выше чем 1,1920 с перспективой хода к 1,1960, а позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1880 с перспективой хода к 1,1865 и 1,1850. Пара фунт-доллар в период вчерашнего торгового дня воплотила в жизнь V-образную модель колебания, вследствие чего возникло замедление цены на пике у отметки 1,3905 и это привело к новым спекуляциям на рынке. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что спекулятивный ажиотаж продолжает править рынком, вследствие чего имеющееся накопление было пробито именно в восходящем направлении и задевая при этом координаты 1,3928. Стоит учесть, что над котировкой, как и прежде, располагается район психологического уровня 1,3950, но в то же время имеющаяся нестабильность торгового интереса не исключает и смену импульсного движения. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!